дорогие друзья надеюсь меня будет хорошо слышно уже ночь на дворе чемпионат америки стартует полночь через одну минуту даже через полминуты и первая встреча сегодня у нас чемпионате америки это тем ликвиды против мух налетели они на них даже два пакетика импакта там лежат тем ликвиды на прошлой неделе умудрились проиграть серию свою в чемпионате америки давайте к табличке подойдем неожиданно для себя команда опти гейминг держится на первой позиции и крампс проголосовал что сегодня оптики победят команду cloud nine ним как раз таки играть позицию матч номер два любопытно то что самые интересные игры у нас будут 1 2 4 наверное как-то так цель гэф эхо fox тоже по мне довольно проходная игра а самая скучная игра будет как раз таки в самом конце надеюсь к этому моменту никто не успеет там golden guardian идут запасом по очкам но они сами по себе играют довольно скучно и против 100 воров они будут играть так вот о чем я говорил о том что тем ликвиды против команды флайквест тем ликвиды проиграли на прошлой неделе одну свою партию и суммарно у них теперь уже два поражения и больше им не захочется наверняка проигрывать тем более что они на мсай финалисты были то есть чуть ли не финалисты чемпионата мира мини чемпионата но все же мира и здесь они умудряются проиграть сначала команде тсм а теперь проигрывают еще и кому они вчера не вчера на прошлой неделе проиграли не помню целая да точно они же стартовали с легкой победы как мне казалось по банным пиком но потом мудрились выкинуть эту игру бьюти но в командах лайквест они как были плохими в прошлом сплите так и остались в этом сплите но в них у них есть какая-то такая изюминка то есть они не были прям супер плохими сейчас они идут уж прям совсем супер плохо имеется ввиду что тимрик это должны с ними справляться но посмотрим вайл тортла например есть куда найти незаконченное одно дело эти люди которые незаконченное дело существует и для него незаконченное дело это конечно побеждать дабл лифта потому что дабл лифт его подсидел в команде тсм дабл лифт его подсидел в команде цлг так что тортла это момент очень сильно коробит и он всегда хочет доказать дабл лифту что он лучше играет на роли одекире нежели у тот ггс против соточки лишний раз посмотрим на ниве ну если будет он играть на ниве и у нас фрогин скорее ты еще не спишь чё ты еще не спишь по банам вы все видите патч у нас 9.11 как и в чемпионате европы народ будем надеяться соберется на мы тут растеряли пока был перерыв больше половины у нас было 900 человек сейчас осталось только 377 и на ю тубе а на ю тубе сейчас проект не смогу мне там заливается матч я могу показать вам вот они заливочка идет все матчи европейские и уже аналитика я назвал из реаль как играть lc l open cup не знаю может быть неправильное название надо было как-то забайтить людей туда прийти он вам не из реальтом назвать видео очень такое ща навалит но надеюсь хоть не кучу 187 говорят честно ю тубе но будем надеяться вернуться люди тем более что эта игра может быть и проходная но встреча игра точно будет интересно сюжета будет партия за первую позицию чемпионате америки оптики 4-0 идут а кладайны 3 1 на прошлой неделе они тоже умудрились проиграть свою партию и проиграли они ее если я правильно помню как раз таки команде ггс при этом я до конца не верил что команда клада не проиграет но он вам не из реальда да 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 но это отсылка к тому видео про меня снимали везде разное оформление не помню она снг просто картинки в пейнт не знаю насчет картинок в пейнте но в америке мне кажется они всегда идут на голову впереди по оформлению банов пиков очень красивые баны пики у них сделаны отрокс забирает команда тем ликит к этому отроксу добавляет райза с карнером лик смит и тут же получает ривенку от флай квестов в лицо та самая ривенка которая одержала победу над команды тсм я тоже до конца не верю обществе на прошлой неделе задуматься чемпионате америки я реально не верил до последнего в 3-4 игры я не верил что проиграет команды тем ликит против целый г я не верил что команды cloud nine проиграет ггс я не верил что тсм и проиграет флай квестом я правда немножко там еще сонный был но все равно там как раз кивайпер на свои ривенки просто в соло уничтожил всю команду тсм ничего им не дав в ответ подожди посмотрим что будет в этом сприте может изменит оформление lc 1 я кстати его и не помню какой там lc потому что мало его смотрел ривенка это первая ривенка не нет еще он в команде в чемпионате америки есть два ривенка мейнера и они периодически ее берут команда fly квест научилась наконец-то использовать вайпера по максимуму все же это стример который ривенка мейнер и только ее играет то есть этот человек который играл всю жизнь только ривенку и понятное дело что использовать ее надо по максимуму задумались над следующим пиком у нас команда fly квест забанена была вторая стадия видите по адекере они поработали тем ликвиды поработали больше по ютилити чемпионом убрали лизу брали рейкона и получили в лицо скарнера от сантори на довольно ожидаемый пик но правда скарнер попадает под контр пик скарнер считается сильнее рик сай я говорил спам сказал что скарнера в лицо они получили извините говорился рик сай конечно не получили в лицо скарнер является контр пик и мой эксперимент будет заранее уже ее побеждать на своем крабе кейтлин хочет взять дабл лифт против заят хороший пик мне нравится ну и тогда уже надо добирать люксу либо морга но они выбирают люксу так как она сейчас больше в медь как вы знаете но флэй квестом после данной ситуации когда увидели люксу на этой стороне либо надо брать больше инициации либо ну подзабить и как-то просто ютилити добрать та же самая моргана как говорится подходит потому что она будет спасать они решают инициацию взять но утилус очень сильная инициация команды флэй квест лейтгейм конечно же из-за этого очень сильно страдает потому что рай за очень тяжело будет поймать лейтгейми да и до китлин добираться тяжеловато будет через карнера от рокса там кенча можно было взять чтобы останавливать рай за это даже наверное чуть сильнее бы сделала лейтгейм у команды флэй квест чем он на данный момент получился у них пока предварительно я могу сказать что тим ликвид и лейт имеет за собой но надо еще выиграть лейтинг фазу и мидгейм который тут то точно уже у флэй квестов ну и вопрос пакет лим против как раз таки ривенки просто ривенка по мне по-прежнему считается чуть ли не самым сильным чемпионом в игре и из-за этого надо понять способна ли кейтлин от дабллифта избежать врыва ривенки если не способна то всегда можно ставить за флэй квестами победу когда у них ривенка а если она способна нормально за счет обзора избежать этих врывов то все хорошо у тим ликвидов 60 процентов за ними я в лейте отдам но сейчас при загрузке все увидим еще какие ровно будет использовать вайпер у нас райс у нас будет стоять против сайлоса но остальные линии там даже не было возможности поменяться латинской америке вообще есть достойные игры вообще-то да ну ты по моему забываешь что команда из америки вполне нормально выступает на международной сцене и матчи такие же как в европе да бы бывают тоже плохие матчи но они в корее бывают плохие а трокс будет по таурам стоит но на первых уровнях по моему там равный размер идет так руны у всех одинаковые ну имеется ввиду какие должны быть то есть никаких сюрпризов у нас с вами нет там всяких аркан комет от корджи джея не видим мы с вами не я про южную америку а южную америку они северную не в южной я матчей не смотрел но думаю там почти ничего нет интересного парочку только наверно крутых ну финалов можно посмотреть то же самое что в lcl ну давайте будем объективно говорить если интересные матчи в lcl только для нас как болельщиков lcl для мирового взгляда там нет ничего интересного даже финала иногда люди пропускают приедет какая команда хорошо то и посмотрим конкуер на сайласе да этот тему привил можно сказать после масса и турнира капс очень многим игрокам особенно на тех линиях где вы не страдаете конкуер это как бы больше к лейтгейму относится то есть у сайласа есть несколько билдов аркан комета тоже используется но это все там электрокьют аркан комета афтершок это больше для леник фазы чтобы не страдать на ней либо наоборот чтобы доминировать на ней больше а так как у него нет ни доминации ни страдания а по до последнего бить дженсон вроде как справился до английский комментатор намекает нам что патч у нас девять точка одиннадцать они девять точка двенадцать так что мол не надейтесь что раз здесь за на лейтгейм как и сайлас сайлас прыгать по болтеры промахивается вот так вот то эти процентики простенько разберем у команды флэй квест хорошая ленинг фаза где-то 60 процентов за ними ментгейм я тоже оставлю за ними 60 процентов и лейт где-то 65 за команды тем лик наверное так я расставлю процентики дело в том что вот ривенка ривенкой но она единственная кто хороший как бы здесь у адекерри лейтгейм просто давайте разберем всех индивидуальных чемпионов скарнир это прямая контракт рейксая на ее от скелет он ее аут скелет а райс против сайласа это считается равенство с небольшим перевесом сайласа вначале потом рай за перевес идет кейтлин это прямая контра как и триста на как раз таки к за и за и вообще ничего сделать на этой линии не может вообще не достает до нее даже автоатаками люкса против наутилуса люкса только вначале страдает а потом она просто потрясающим чемпионом становится а вот наутилус себя найти будет тяжеловато ну и отрокс вот единственный матчап отрокса ривенка мне не сильно известен я могу догадаться что ривенка его побеждает но достаточно ли этого да в общем то не должно быть достаточно потому что и ривенки то надо убить райза а не отрокс и ей нужно убить кейтлин в конце игры ну а так ребята собирайтесь будем смотреть теперь чемпионат америки следующей партии будет играть команда cloud9 ожидая на ней как раз максимальный аншлаг cloud9 против оптиков и да мне надо было переименовать стрим я забыл перерыве это сделаю давайте сейчас посмотрим как вырыв делают по дженсу он уворачивается от первого cc эффекта на второй cc эффекта добивает и потом санторин кушкой его съедает ошибка дженсона именно что ошибка потому что флэшнулся он не очень хорошо и линия еще стоит ужасному правда через телепортацию тут же возвращается на эту линию но по belter сделает то же самое видите он слишком глубоко ушел не сразу отфлэшился и поэтому подкидывание по нему санторин попал при этом санторин тоже потерял свой флэш но какая разница ганг-то успешный как же урона не просчитали но я думаю они до конца работали если бы не добили расстроились бы просто скарна тем временем пока просто решил по фармится через весь лес то есть он красный лес прошел сбекал скупил ботинки про фармил весь синий лес краба и сейчас возвращается в свой красный лес где все начинает появляться заново жду повара синики он последнюю неделю играл в кукинг симулятора будет смотреть какой из него повар на ботлайне да я это тоже видел забавная игра кстати ну вряд ли она будет интересно моей аудитории но вообще такая интересная игра с точки зрения реалистичности то есть по сути она сверх реалистично там реально вот продукты примут те же самые приготовить можно очень жесткий дженсона зонинга идет и скарни вообще в другом конце карты никак помощь не может и у дженсона гигантские неприятности это называется дженсинг ребят или побрт и побрт иртинг это унижение просто дженсона идут не дают ему вообще нормально пофармиться и к смите сейчас выбегает на медлей но он пятый уровень не может он участвовать пока в боевых действий потому что рексай сильнее в этой стадии игры его он то конечно ее прямая контра но не сейчас ты сильнее стал болеть смысле сильнее стал болеть я просто болею сейчас я про то что в четверку у меня температура была в пятницу я смог для вас отстримить там было тяжело сейчас я уже говорил мы в другой стадии немножко болезни таблетки пью лекарства вроде пью ну как-то откомментируем бот где ss да я варил там борщ если бы мне такое жена сделала развелся бы диафокс говорит что борщ там получается не очень ну ладно а богат 2-0 рикса и оба кила себе забрала а турция уже устраивать чемпионат или они пока как регион для отдельных игроков не понял твоего вопроса ну как бы турция такая же как снг лига только чуть раньше начинается похудению болезнь не мешает но нет я же не ям все равно много какая разница диету то я все равно сохраняю единственное то что вот я спортзал не ходил эти три дня завтра если проснусь у меня не будет температуры и не будет пота такой как был сегодня с утра то схожу завтра спортзал корею кстати говоря завтра мы с вами я все в раздумья комментировать или нет но скорее всего нет причин много ну первая причина первая причина это боль такой первая причина как пел у нас как его зовут то боже мой вылетел из головы певца то этого первая причина заключается в том что мы будем не выспавшиеся до пяти утра сегодня до 6 утра практически комментируем этот матч и хороший хук вот видите сразу пошла инициация до конца это вот я сегодня то что вы смотрели мы с вами ситуацию спайка мы ведь к чему она приводится классный урон пытается добавиться добиться добываться нет флэша нет есть флэш что у него нет флэша там у меня частик закрывал эту точку а теперь уже к смите выходит замедление по джи и какой флэш хук от джей джей ничего не останется тем временем на то плене маленький размен по хп идет но вайпер пока его проигрывает эти размены с импактом игорь николаев да игорь николаев спасибо конечно же ребят ну окей здесь флэй квесты в итоге все равно погибли но я имею ввиду вот мы только что анализировали момент где пайк попал хуком и не ворвался до конца и флэй квесты как раз показали как это работает что можно делать врыв после того как ты попадаешь хуком до конца но к сожалению для них там джанглер оказался прямо позиции как говорится better jungler wins правда данном случае сам торрента побеждает он два килла уже сделал на дженсене а именно вот в этой ситуации он просто не успел прийти к команде он был на другом конце карты а рядом с красным бафом находился как раз таки скарнер причем ситуация абсолютно такая же как с эзом было обратите внимание у дабл лифта нет маны full хп у коржи джея половина хп и куча маны и там было то же самое только здесь врыв сделали в кейтлин а там сделали в люксу не увлекайся ходить спорта я знаю я поэтому говорю проверю вот как будет паса по самочувствию завтра но если самочувствие быть не очень тогда завтра запилю ролики мне нужно два ролика запилить еще я вообще думаю надо аналитику дороже сделать потому что ну люди начали заказывать очень часто как бы у меня времени не так много получается тогда хотя еще подумаю можно там повысить цену на 100 200 рублей просто чтобы как говорится чуть-чуть понизить люди бизнес процветает это не особо процветает мне от этих 500 рублей ни холодно ни жарко это даже не 10 евро ребят кстати да может быть как раз сделать чтобы это было 10 евро у тогда это 700 рублей надо ставить потому что ну 10 евро в час тут даже больше чем час потому что я же перед этим еще смотрю игру две недели в зал не ходи не ну ты это совсем психопат какой-то аку миккин две недели зал не ходить ты чё издеваешься организм не ослаблен организм и все зашибись как сейчас калиста что ты думаешь по его поводу она играбельна или нет делай как маркетологи а чё маркетологи делают от камень чё заказать не так и делать не буду 699 о это интересная тема через этот паладин тогда можешь 799 поставить но идея твоя неплохая 699 рублей может задонатить 700 буду говорить не но я просто то это с вами обсуждаю вы даже сами видите как много аналитики сейчас я выкладываю на канал а ведь есть еще аналитика про которую вы не знаете потому что люди ну не хотели чтобы я это публично делал я им тоже делал аналитику поэтому я вдруг понял что что-то 500 как-то маловато я просто начальную цифру поставил 500 я даже не помню почему 500 поставил тогда ее не менял покемонов не играешь я играю в жизнь от нее устал уже жизнь здесь ловит импакт или наоборот потому что рядом еще санторин ну ладно убежит через flash черная аналитика да 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 вне кассы которая проходит но так еще вроде как одна команда lcl тоже хочет у меня lcl open cup конечно же тоже хочет аналитику заказать но они сегодня я так понял не играли своим составом и тот человек в качестве извинения за тревоги 100 рублей мне кинул сказал что типа извини когда команда у нас полностью соберется когда будем делать аналитику я донатил а меня нет списки чтобы лезть перерыв ой я этот список вообще не обновлял уже сто лет если честно так что да там тебя там никого нет списки из тех кто донатил надо будет это сделать ребят вот завтра этим займусь все решено уговорили вы меня завтра не идти в спортзал вот завтра тогда мне нужно давайте на листочке запишу чтобы не забыть а пока у нас просто ребята фармятся и убивая друг друга по возможности вы могли заметить что сделали свап командов лайквист потому что они забрали дракона не было им больше смысла оставаться на ботане поэтому они отправились на топ кейтлин с тем ликвидов решила добить все же бот поражали они немножко ривенку но ривенка пока вы фармит свои предметы хорошо остается на боте и команда тем ликвид решила переместиться на мидлейн а зая на топе постояла постояла поняла что сайлас то фармится при таких условиях не может и надо возвращаться есть сюда я думаю нет нет еще идет на то сколько за спортзал отдаешь первые три месяца там по девять с половиной евро было у нас такие спортзалы люди не особо как говорят горят желанием ходить спортзал поэтому там очень дешево получается там забавно что в этот спортзал можно было записаться на один месяц на три месяца либо на год нет полгода я бы на полгода записался но либо один либо три либо год и один очень дорогой получается 30 евро за месяц три месяца было по моему по 25 евро если не ошибаюсь по 25 запомните число она год суммарно мне обойдет обойдется это 80 евро суммарно за целый год то есть за 12 месяцев и вот в чем забава вся заключается в том что я за три месяца заплатил бы 75 а за год заплачу 80 но там есть маленький нюанс годовой вот этот ты который оформляешь его надо отменять если ты его забыл отменить с тебя все но деньги будут списываться ты привязываешь свою карточку деньги списываются а те которые три месяца он автоматически через три месяца типа завершается эти по разом платишь и все так что такие дела то есть надо не забыть обязательно когда у меня будет срок подходить если я не захочу продолжать то надо будет это снять а так типа там среднего высчитали по времени сколько одно посещение сколько хочешь спортзал открыт почти круглосуточно с 6 утра до по моему часа ночи если я правильно помню по выходным с 9 утра до 11 а по будням вот 6 там по моему до часу ночи и хоть там весь день сиди никто тебя не выгоняет там за этим не следят но они заинтересованы чтобы ты долго ходил да но мне это просто напомнил сразу сериал друзья извините что чуть как-то отвлекся не о том говорим немножко но по сути ничего сильного то и не происходит тимфайтов нет дракона забрала команда темник от флай квеста забрали геральтку попытались сломать две вышки за это но сломали только одну и так которая была очень бита так вот мне это сразу напомнил сериал друзья там было в одной серии момент когда сейчас подождите хорошая попытка текст мити было загангать но не достал он тортла тот через flash of shock и оса все еще нет ни у одного из игроков команды флай квест поэтому теме реки виды могут все еще выхватывать всех этих игроков и тащить в отношения так вот там чендлер проговорился что он типа в спортзал записан но не ходит туда а его спросили а чё ты не ходишь он говорит но я не знаю чё-то как-то мне не особо интересно и таки но смысле тогда почему ты записан такую но я типа плачу каждый месяц им за это как смысле ты и тут роз которые в сериале как раз ботаника больше играет говорит смысле ты им платишь деньги но при этом не можешь ну не ходишь туда куда так у меня всю жизнь уже получается уже года два так хожу да не такого быть не может пойдем мы я тебя отпишу оттуда ну и там показывали серии как они пришли в этот спортзал отписываться в итоге роз тоже подписался и вот и я боюсь что у меня так тоже может произойти когда придет время отписываться мне там тянет подсунут каких-нибудь с большими грудями не скажут что ну зачем ты отписываться ты ходишь из спортзала это же круто ты раз и не хочешь быть качком это телочка-то тебе даст сразу то что вот так что забавная такая ситуация была реальная жизнь и действительно да такое бывает они подписывают твою карточку типа и снимать не ежемесячная сумма но ты ходи хочешь ходи хочешь не ходить твое дело но я сейчас цель поставил поэтому да кто не знает про цели про которые я сейчас рассказываю скрицательный знак качок там все это рассказано более подробно так просто вот цель есть и болезнь немножко настолько это покоробило но болезнь я уже говорил скорее всего племянник меня заразил это мелкая простуда ну 2 2 недели это очень не будет такого то есть если завтра пропущу то в понедельник наверно точно уже пойду так вот да про видео мне нужно надо записать видео номер два про как раз таки качка и аналитика еще заказана и еще теперь я хочу про вам сказать тфт мне кажется будет вам интересно что такое тфт спросите вы фроузентрон варкрафтерский нет ребят это не тфт фроузентрон это тфт лига легендская как раз таки новая карта которую они хотят вести для игры на в шахматы больше информации у меня появилась спасибо доброму бобру который нам скинул эту инфу плюс я еще сам немножко нашел в интернете вот может быть team fit tactics будет вам интересно кстати несколько на сколько упал винрейт ривенки после нарфа я не смотрелся честно а по игре ничего комментировать у них ничего не происходит вот серьезные обсуждать чуть покомментирую по игре тут реально ничего не происходит от тем ликвиды заняли позицию в кустах пытается сломать вышку на топ-лейне в этот момент ривенка им будет ломать бот-лейн надо шо патрокс ушел туда ну вот он идет туда и успеет скорее всего земли когда успевает еще один объект взять флайквест они так найти не очень активно используют своих чемпионов у них очень сильные чемпионы для этой стадии игры чем-то напоминать сегодняшнюю первую партию где одна команда взяла гипер early game такого с этапчик но вообще забыла как им пользоваться просто ходит по карте и более там на элизе помните был момент это мисс фиты против я вспомнил что это за игра была и мисс фиты против команды ориджен мисс фиты сделали два первых килла а потом просто пропали с карты я уже представляю как скажем цепляет чемпиона сайлос хватает скарнер и такая странная цепочка получается да кстати сайлоса тоже может воровать эту ульту и это любопытно чтобы был там ни разу не своровал ульту у скарнера и не пошли они не сделали олл ин по противнику и даже про это забыл а ведь это реально хороший комбо может быть даже для начала тем файта сейчас он своровал ульту скарнера смещается на дракона команды флай квест хочет как-то воспользоваться скарнерской ультой но нет но тилус может проверить якорем на шора смысле якорем на шора через стенку кидать якорь нельзя а вот и паблтер прыгать затягивает в отношения минус кейтлин ошибка ее профессор шестьсот семьдесят шесть подарил 150 приветик здраво пасоны и пасоники ничего не понял но видимо он говорит что не хочет спать и хочет смотреть чемпионат америки в котором грубейшую ошибку совершает у нас мистер дабля лифт дабля лифта просто с флэша хватает паблтера в отношении уводит убивает после этого и к смите умирает и команда флай квест предпочитает пойти на нашора их же пятеро сейчас только четыре игрока потому что сайлоса продали на туплайн чтобы он установил сплит пушащего дженсона дженсон подходит к своей команде коржи же будет кидаться заклинаниями но там наполовину уже забран на шор прилетает сюда паблтер через прыжок он пытается добраться но его очень быстро шо тут это не так важно надо забирать на шора не отвлекаться запрыгивает на утре смайт нажимает хороший смайт с карнера джей-джей жертвует собой чтобы никто из команды больше его не погиб но дженсон дает ульту и догоняет они ревенку через флэш правда только лишь три убийства за барона но перед этим они сделали еще убийство кейтлин не забывайте и убить убийство скарнера так что в итоге все равно это хороший ход для команды флай квест чтобы использовать женские голоса при донате надо же премиум надо над пейда премиум на донат пей организовываешь и ты можешь не только женские голоса ты можешь ускорять замедлять голос ну и там не только один женский голос там много голосов было насколько я помню а тогда это им надо премиум надо над пей организовать ну вроде 70 рублей стоит если я правильно помню то есть не такой дорогой копеюшки надеюсь они не просто скопируют идею шахмата то это переживает ну да я тоже про это думаю рынка но пока не вроде ну то что ревоты выложили в сеть это не похоже на копию но у меня на чуть больше инфы по доте авточест собрать чтобы сравнить потому что же все же сравнительный анализ делать пока минус 800 золото минус барон произошел но не волнуйтесь они сейчас начнут зарабатывать просто они вышку потерялись при этом плюс не забывайте что они потеряли игроков а те два игрока которых они убили до этого они до этого дали золото им но сейчас я думаю флэквест отыграются как раз таки так как надо тем временем валева делает свой авточест только платный но мы там уже разбирали да что там китайцы выкупили у них слот на это надо давайте не авто небо авточест будем говорить о том что творит команда флэквест лаквест ломает вышку на ботлайне опять райзек начинает мучить по топу и надо было наверно к нему отправить вайпера мне кажется вайпер способен его победить ломает еще одну вышку и на показывает что по золоту видите тем ликвиды вроде как держатся в рове но часто немножко золотишко потеряли так что преимущество какое было такое осталось на шор баф вот здесь вот это вот момент потери двух убийств потом они отыгрывают их убивая противников и здесь убивает вышку и сейчас вот они потеряли на двух вышках рэнг хан но я же хан а не кан я тебя называю как я кана называю в команде лцк kingzone так что я очень жду когда ривен начнет играть да я тоже жду этого момента это реально игра такая усыпляющая не хотелось бы ее первый иметь хотя она еще хуже было бы если потом было четвертый какой-нибудь так там еще более-менее бодрячком но на реально усыпляющий потому что никто ни с кем не сражается просто бегают забирает объекта райза прогнали сайлас пошел туда и райза решил к своей команде прийти сломать быстро на коревинку вышку ну а по болтер в свою очередь ломает сейчас вышку на бот лэйне никто из команды тем ликвид она видите на топ лэйне никто из команд тем ликвид туда уже пробежать не сможет kingzone kingzone dragon x только кан уже же не там читает уплём в скоте он сейчас да я про его все в команде kingzone держу конечно же он просто ну в команде kingzone и ланжо отыграл гораздо дольше поэтому я все не могу привыкнуть что он в команде скота конечно радуюсь что счет 45 корей вообще мог быть один-два ладно спокойной ночи товарищи говорится риждор давай спокойной ночи давай как-то очень гала да но это не проблема американцев это проблема команды team liquid и команды fly квест забыл перед матчем сказать что команда team liquid как раз таки является коллективом представителей медленных сетапов то есть они не любят играть в открытый хоккей они любят играть от защиты никуда не торопиться шесть предметов тогда и сражаемся а fly квесты как раз таки является точно такими же ребятами то есть как раз таки на встреча двух коллективов которые дольше 30 минут обычно играет матче поэтому не не удивительно что они так отсиживаются team liquid и представители серии 03 но это если против команды g2 только рассмотреть а так они оба коллектива дошли до имеется ввиду team liquid и dg2 до финала и масса и оба этих стилей игры позволяют как говорится считать что это хорошо но по болтера 5 ворот он здесь кардин руль тускарем предупредит ускорение гонится за по болтерам еще больше ускорения но тут уже его команда прикрывает тем временем ривенка с отроксом все еще не сражается мне кажется они вообще друг другу не нанесли урона за эту игру у кого лучше late game затем ликвидами ставил 60 65 процентов я довольно добротный он у них у них райс может сприт пушить и до китли не добраться все вопросы только были по ривенке то есть ривенка может все поменять по belter хватает в отношении игрока пытается убить это кто это дженса но дженса остается в жив крик сайт за ним летит теряет свой guardian angel и приходит сюда ривенка но что-то ривенка уже без хп это ребят ггвп в команда fly квест проигрывает партию да даже это не сработало я так невоодушевленно надеялся еще что вайпер сможет сделать какое-нибудь ответное убийство надо просто идти заканчивать не надо никакого на шора делать просто идти заканчивать эту партию там 40 секунд до ближайших игроков а чё за бред то то есть они схватили райза им не хватило урона по этому райзу не знаю почему и в итоге дальше просто рексайт до конца пошла добивает райза дженсон выжил не они не смогли закончить кстати как там медленно они до сюда шли ну ладно ингибитор сломали это тоже выгодно приоритеты вы же знаете ингибитор стоит выше чем она шор тем более что на шора можно все еще делать как бы незапрещенный объект зря я про лейт спросил ну лейтгейм тем более еще остается ну сантори надо даже что-то делать нам показывают урон за всю игру боже какие числа потрясающие это всю игру кстати урон ребят ой джей-джей классно убивает через ульту сразу же идет вайл тортл и инициация скарнин пытается добраться чтобы дать по нему ульту но пока на на кд но тортл получает от райза урон скарнин ускоряется гонится за вайпером дает по нему замедление по белтер дает в него ульту и нет чуть друг другу не дали часа льты было бы забавно на английские комментаторы тоже говорят они же могли сейчас обменяться ультами одновременно те кто бы кого схватил кстати почему ингибитор сильнее на шора ну потому что этот объект приближает тебя к победе у тебя появляется супер мопцы по одной линии такова как математика игры тут по белтер санторием пытается подойти к на шору но там на шор уже забран подкидывание врыв идет пытается в отношении утащить от рокса но тот сейчас перепрыгнуть через стенку вообще по белтер убьют потому что рай сдал свою ульту килл за дабл ив там на какая-то погоня тортла была сделана но не очень удачно дабл килл есть уже у импакта трипл килл судя по всему он сделает на джей джей нет люкс опять ворует у него киа расстроен импакт перепрыгивать через стенку и сразу едет заканчивать этот матч рай с тем временем идет по топ-лейной предлагает своей команде мол пацаны не обязательно гоняться но они хотят немножко погоняться за трудом импакта но как бы его не смущает то что он вообще в другую сторону бежит от места где будет проходит боевые действия продолжает гоняться за тортлом и скорее всего уже его не отпустят но а джинсо тем временем заканчивает матч все победил импакт квадрокилл он сделал неофициальный но сделал все же убивать нечем кейтлин да но тут я так и не увидел ревенки в этой партии она вроде должна была что-то сделать ее тупо не было нельзя сказать что вайпер плохо она не играет потому что мы знаем что он играет хорошо но скорее всего сегодня он сыграл не очень удачно обнимашки целовашки команда темник это опять своим неспешным стилем одержали победу над соперником в этот раз кстати довольно спешно все же получилось 29 минут всего лишь шла игра на следующей партии у нас команда клаудная будет играть против команда оптика это будет интересно ребят потому что оба этих коллектива играют довольно агрессивно сейчас перепроверю данные оптиков в этом сплите как они играли так у нас метеус был во всех партиях точно помню матч хистерии вы нажмем все правильно помню они нет знаете не так быстро играли а по киллам какой счет был тут можно увидеть счет игровой счет нельзя можно только увидеть метеуса когда может быть можно увидеть самой команды статистику тоже среднее время эти 30 минут с плюсом странно вообще америка считается более медленная лига нежели европы то есть европе чуть побыстрее все же сейчас играют здесь тоже нельзя увидеть все увидеть просто результат как кто сколько киллов дел может быть там киллов все же было много не казалось что там был оптики играли по агрессивнее все же но сейчас увидим в следующей партии пока перелив